Всем привет, я Жасулан, корреспондент Тенгри ТВ. Знали ли вы, что каждый год, 5 дней в году, сотрудник обязан проходить обучение, стрельбе, физподготовка и, конечно же, оказание первой медицинской помощи. Все это должен уметь сотрудник полиции. Мы специально для вас приехали в Заречный, в воинскую часть Национальной Гвардии Республики Казахстан и покажем вам, как сотрудник обучается всему этому. Мы находимся на полигоне, где тренируется полицейский. Он расположен в 60 километрах от Алматы в сторону Копчегая. Сейчас 9 утра и сотрудники полиции уже сделали пробежку и физические упражнения. Следующая тренировка на щитах. В данном случае щиты, как вы называете, это специально-индивидуальная бронезащита и активная оборона. Они используются сотрудниками полиции при пресечении массовых беспорядков, при нарушении, групповых нарушения общественных порядков. Получается, кроме этого, уже на практических занятиях у нас сотрудники экипируются наколенниками, шлем, налокотниками и так далее полностью. А это уже приемы по самообороне. Полицейские защищаются от ножей. Здесь это резиновые муляжи, еще дубинка и, конечно же, пистолет. Правда, это тоже муляж. Полицейские должны уметь не только обезоружить, но и задержать преступника. Большинство вызовов связано с бытовым насилием, хулиганством и драками. Например, нападают. Мы обучаем приемы отобрать оружие данного преступника и задержание, загиб руки назад. Вот такие приемы рукопашного и борьбы с самбо. В этой комнате полицейские совершенствуют навыки по зачистке помещения от преступников. А мы сейчас в модульном здании. Оно сделано из переработанной резины. Оно рассчитано на то, чтобы выдерживать боевые пули. То есть здесь в первую очередь проходит вход здания, досмотр помещений. Ну, неплохо. Получается здесь не совсем резина, не только резина. То есть посередине вот этой конструкции находится металл пятого класса. И поэтому он способен выдержать боевые пули. Кстати, вместо мишени здесь вот такие вот прикольные личности. Как здесь их называют? Хулиганы. Кстати, мишень похожа на тот момент. Помните, да, как в фильме «Люди в черном»? Точно, вылитая копия. Позвольте спросить, почему вы пристрелили малетку тифрой? Она единственная, кто выглядел подозрительно. Контроль ствола, контроль пальца. Само собой, разумеется. Начали отработать. Самое любимое занятие полицейских – это стрельбище. Но перед стрельбой обязательная физическая нагрузка. А потому полицейские сделают пробежку с полосой препятствий. Пусти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, напоминаю, да, вы на огневом рубеже напоминает про меры безопасности. Напоминаю, нам про коды в руках, которые все приняли, выучили. Однако, еще раз давать повторим. Первое правило. Я всегда обращаюсь с оружием, как заряжен. Я всегда обращаюсь с оружием, как заряжен. То есть это основа правил, основа именно обращения с оружием, из которого вытекают остальные следующие правила. Второе правило. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока не наведу оружие на мишину. Это не только, я имею в виду, опыт Казахстана, но тех же интернет присутствующих, например, очень много роликов, когда те же охотники, те же люди, у которых есть доступ к оружию, они из-за несоблюдения элементарных правил происходят в этой всей несчастной случаи. Я перед тем, как всегда, проверю, что находится за мишенью, что находится перед мишенью. И четвертое – это я никогда не направляю оружие туда, куда не хочу стрелять. Как вы, может быть, замечали, при передаче оружия и так далее, куда ли наши сотрудники свол никогда не отправляют на себя, либо на сторону своего напарника и так далее. То есть, ствол всегда направлен в безопасном положении. Выстрел! Аккуратненько! Выстрел! Аккуратненько! Выстрел! Аккуратненько! Продолжение следует... Тот сотрудник, который у нас проходил здесь обучение, далее после прохождения обучения, буквально через несколько месяцев, они в составе экупажа получили вызов о том, что вооруженный человек, значит, производит выстрелы. По прибытию данными сотрудниками были отработаны те действия, которые мы здесь обучаем, то есть использование автомобиля как укрытие и, значит, нейтрализация. Если не ошибаюсь, тот преступник, который произвел, значит, выстрелы в сторону наших сотрудников, он был ранен, задержан и последствия осужден. Пользование гранатой специальной. Как вы знаете, у нас гранаты на вооружении органов внутренних дел, в дежурной части имеются гранаты специальные, называется, есть разные виды, разные типы, свето-звуковые, шумовые, дымовые и так далее. Сейчас в данном случае у вас свето-звуковая граната, называется LCG-150. Занятия, они находятся на особом контроле у руководства департамента. Они выделяют этому особо пристальное внимание. Еженедельно по окончании тренера сборов мы, соответственно, догладываемся. По окончании сборов, пятый день, мы производим прием зачетов. По этим зачетам, соответственно, выставляют дифференциальные оценки. Если сотрудник не проходит оценки, то есть не набрал проходной балл, то данный сотрудник рассматривается на аттестационно-квалификационной комиссии. И ставится вопрос о дальнейшем его пребывании в органах внутренних дел. Вот так и проходят занятия полицейских. Мы выяснили, как они тренируются. А скоро у них начнется аттестация. И, возможно, кому-то придется расстаться с погонами навсегда. Хотите узнать, как они проходят аттестацию на профпригодность полиции? Мы постараемся вам показать в будущих видео. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok